Всем привет! С вами Лена. Сегодня на моем канале будет видео для неорганизованных, ленивых людей, которые постоянно забывают о том, что им нужно сделать. Я вам покажу одну классную штуку, которую я придумала для себя, потому что я как раз таки из таких людей, которые постоянно забывают о важных делах, либо стараются как-то откладывать их на потом. Так вот, как же это сделать? Организовать себя и перестать лениться и, наконец, выполнять свои какие-то важные задания? Если вам интересно это, смотрите это видео до конца. Виновник всего этого видео — это просто обычный маленький блокнотик, который вы будете носить просто с собой. Почему именно блокнот, а не, например, заметки в телефоне или какое-то приложение специальное, список дел и так далее? Лично для меня я не нашла такого приложения в телефоне, в котором мне было бы удобнее записывать свои дела, либо же приложение, в котором бы мне нравился интерфейс или то, как оно сделано. Я не нашла такого вообще приложения, чтобы оно мне действительно нравилось и действительно оно меня вдохновляло на выполнение каких-то дел. Почему же я выбрала именно блокнотик? Потому что я смогла выбрать блокнотик, который мне нравится. Учитывая, что я девочка, то мне всегда нравилось писать в универе конспекты. Мне нравилось их выделять стикерами, всякими такими маркерами, делать как-то красивенько. Ну короче, наверное, все-таки это лайфхак для таких людей, которым нравится всякая такая писанина, скажем так. Поэтому если вы не с таких людей, наверное, все-таки да, вам подойдет лучше телефон, где вы будете хранить список незавершенных дел, либо дел, которые нужно выполнить. Значит, у меня это обычный блокнотик, в котором есть такая резинка, чтобы его закрывать, и, конечно же, есть вот такая вот типа как закладочка. Еще один плюс, почему я выбрала именно такой письменный вариант, потому что мне нравится вот это предвкушение того, что я вот в скором времени вычеркну какое-то дело, и у меня будет больше зачеркнутых дел. Не знаю, это, наверное, какая-то женская, скорее, особенность. Если у вас есть такая особенность, оставляйте комментарии, мне даже интересно посмотреть, кто еще любит таким заниматься. Смотрите, суть такая, что я открываю блокнотик и просто начинаю писать там «Дело 1. Закончить вот это. Дело 2. Выполнить вот это». В какой-то момент, когда у меня есть свободное время, и я пока не могу ничем заняться особо, да, но у меня всегда есть блокнот рядом, я просто думаю в мыслях, что бы я хотела сделать. Пусть это даже касается уборки чего-то, что, ну, давно вроде хочется сделать, но все никак руки не доходят. Вы просто записываете это дело сюда в пунктик, или даже разобрать холодильник, протереть там пыль на какой-то полке, которую реально давно вы уже не протирали, допустим, что-то перестирать, шторы перестирать. Ну, короче, вот такие даже домашние дела, которые вы просто забываете, что вот вам нужно сделать, но вы вот он никак не можете. То ли забываете, то ли у вас просто не доходят руки до этого, вы можете спокойно записать их в блокнотик. Потом вы просто пересматриваете список ваших дел, и можете посмотреть, что вы можете из этого списка сделать конкретно сейчас. Вызвалась какая-то свободная минутка, вы посмотрели, посмотрели, «О, а, ну я могу вот это сделать сейчас, отлично!» И вычеркнули дело. Помимо того, что я записываю эти дела и вычеркиваю последующим их, я еще карандашом обвожу дела, которые я могу выполнить уже сегодня, в ближайшее время, ну или это реально важные дела, которые конкретно нужно вот сегодня или в самое-самое ближайшее, кратчайшее время выполнить. Потом просто карандашиком стираю, если вдруг у меня какие-то планы поменялись. Так хотя бы я вижу, что вот у меня обведено какое-то циферка в кружочек, да, это значит дело, которое реально в первостепенной важности, которое мне нужно вот прям обязательно выполнить и которое мне нельзя забыть. Для того, чтобы замотивировать себя, выполнять задания, да, помимо того, что вы там будете вычеркивать, у вас, прям, кайф будет от того, что вы сделали что-то, и у вас линия такая идет по всему этому делу, да. Помимо этого, вы можете придумать себе какие-то поощрения. К примеру, выполнить 10 заданий и поощрение какое-то, либо вы покупаете себе какой-то подарок, что-то, что очень давно хотели, либо отдых какой-то небольшой, либо можно посидеть в соцсетях. Вы можете придумать себе какие-то поощрения, и тогда у вас дело пойдет, и вы действительно будете выполнять задания. Но главное быть честным с самим собой, не писать, например, позавтракать, поужинать, там, почистить зубы, какие-то обыденные дела, которые вы, в принципе, всегда выполняете, не писать туда. Тогда вы действительно можете себя как-то организовать и заставить себя делать что-то, а не лениться, и не откладывать все дела на потом. Потому что вы уже знаете, что, например, если вы выполните это дело сегодня, оно будет 10 в вашем списке, значит, завтра вы можете пойти на маникюр или что-то в этом роде. То есть поощрить себя. Вот такой вот способ я придумала для себя, поэтому надеюсь, что вам он понравился, был полезным. Если это так, пишите в комментариях об этом обязательно. Ставьте лайки, также не забывайте подписываться на мой канал. Если хотите узнавать первыми о моих новых видео, обязательно нажимайте колокольчик. Ну а с вами была Лена. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok